Он на дно может быть, но он не просто на машине не может быть? Нет, мы считаем, что с габаритами там все нормально. Такого параметра, как геометические размещения, там нет. Представляете, что контейнеры такие уж большие по размеру. Какого у нас 10 есть? Много, много у нас есть. Можем заказать тысячу машин. Но понимаешь, если каждый раз, ну, как сказать, да, если каждый раз там заказывать тысячу машинку, когда-нибудь все-таки деньги кончатся, а лучше бы они учились. Какой способ? Большинство задач на максимум, минимум, как и вообще большинство математических задач, они же решаются невидимым для вас образом. Вот вы берете свой мобильный телефон, там, нажимаете на кнопочку, звоните, и вы не понимаете, какое огромное количество математических задач на самом деле там внутри решено. Для того, чтобы вы могли просто поговорить. Там всевозможные системы расшифрования сигнала, обработка сигнала, огромное количество всего. Вы это не видите, но если бы это не было решено, то разговорить было бы невозможно. Ответ к вам. Сколько машин? Четыре машины. Тогда есть, смотрите, какая история. Первое. Почему нужно четыре машины? Мы уже поняли. Потому что три не хватает просто по общей массе. Отлично. А почему всегда удастся в четыре машины поместить груз? Вы это доказали? Да. Потому что если там днем будет больше трех, то в каждую машину можно положить по три. Так я же объяснял, что нет. Контейнеры нельзя в песок перерабатывать. Мы просто не внимательно слушаем. Контейнеры нельзя ломать. А у нас ящики нет? Да. Вы не знаете, сколько весит каждый конкретный ящик? Есть контакт. Ящики по 800. Ящики по 800. Сколько таких ящиков? Смотрите, в каждую машину влезает только три ящика. Потому что 800 на 3 это... Сколько ящиков по 800? Ну давайте возьмем один ящик 400 килограмм. Хорошая идея. На самом деле хорошая идея. Берем 12 по 800 килограмм и один 400. Хорошо. Что дальше мы будем делать? Если вы берете 4 ящика по 800, то это больше чем 3000. Да. Потому что 4 умножить на 8 32. А 3 – 9. То есть осталось еще 3 ящика по 800 и 400. В одну машину в три ящика, в другую три ящика, в третью три ящика, и в четвертую три ящика. И в четвертую три ящика. Так. И еще осталось 400 килограммов. Ну смотрите, вот это все были по 800. И еще один. Масса 400 килограммов. Сейчас и случайно совпало. И все хорошо? Сейчас нет, надо просто немножко убрать массу. Да. Этот пример надо чуть-чуть подправить. 800. Вот они, ящики по 800. И вот здесь вот у нас все хорошо. Ребята, вот это чуть-чуть, когда на Олимпиаде будете решать. Заметьте, не получилось. Но это не значит, что вы не решили задачу. Это значит, что надо еще чуть-чуть поработать и получится. Поднимите, кто уже слышал историю про Исаака Ньютона и его занятие алхимией. Ага. Один человек слышал. Ага. Один человек слышал. Ну, расскажем, потому что сейчас кто не слышит. Господа, Исаак Ньютон – это великий англический ученый. Он очень много сделал для создания математического анализа. По-многому он просто же создатель современной механики, физики. То есть он был начальником королевского монетного двора. То есть занимался практической деятельностью по монетам, боролся с большим монетчиками и так далее, и так далее. Но, как ни странно, при том, что он сделал так много для математики и для физики, что, безусловно, математика и физики считают душу абсолютно свою, огромная часть времени его жизни была потрачена на алхимию. Алхимия – это наука, из которой потом возникла химия. То есть люди пытались делать какие-то эксперименты, но, в частности, была великая цель научиться из дешевых материалов извлекать золото. Ньютон был ученым. Поэтому, в отличие от людей, которые что-то такое бессмысленно делали, он тщательно записывал ход своих экспериментов. А теперь внимание, чем отличается Ньютон от большинства других людей, которые мало что сделали. Когда он в ходе одного из своих экспериментов что-то такое над одним веществом делал, что-то над другим, как-то их смешивал, в общем, делал какие-то реакции, 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 в какой-то момент, я все записывал кратно, что делаете, в какой-то момент он записывает, там, слил дота с тем-то. Вонь ужасная. Видимо, я близок к цели. Поняли? Да. Нормальный человек написал бы, вонь ужасная. Вообще, не нужна мне такая работа, сколько можно там нюхать какую-то гадость. А Ньютон написал, вонь ужасная, видимо, я близок к цели. Ну, потом химия, к сожалению, поняла, что цель был совершенно близок. Но, с другой стороны, ребята, а в науке всегда так. Когда человек чем-то занимается, ну, если повезло, то вот сделал великие открытия. А большинство ученых, да, вот так вот, чтобы делали, делали, делали. А выяснилось, что все было совсем не так, как и не надеялись. Спасибо.